Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича. Я Дмитрий Житарчук. Смотрите в этом выпуске. Минус 35 в Кирове и минус 40 по области. Как жители города пережили самый морозный день декабря? Каждый день мороз есть, мороз нет, выхожу, работаю. Спасибо, счастливого Нового года! Где в Кирове купить живую ель? В городе открылись уличные базары. Он был лучшим и в финале он подтвердил свое превосходство. Из Америки с наградами, как кировские ледолазы выступили на Кубке мира. Лужа размером с квартал. Сегодня на улице Красноармейской, около дома номер 23, произошла утечка холодной воды. Причиной потопа стал прорыв на трубе. В течение нескольких часов по проезжей части бежала вода и стояли клубы пара. Такие дорожные условия мешали обзору, отмечают кировские водители. Устранять коммунальную аварию должны специалисты кировских коммунальных систем. Сейчас, по их данным, на месте утечки работает бригада. Чтобы успеть устранить дефект как можно быстрее, ремонтировать трубу планируют и ночью. От подачи холодной воды коммунальщики были вынуждены отключить три административных здания и один жилой дом. Подвоз воды, по данным ККС, по заявке жильцов, должна организовать управляющая компания. Что стало причиной аварии, коммунальщики смогут сказать только после раскопок. Если это лопнул чугунный трубопровод, вероятно, что это связано с морозами. Сейчас начнутся работы по перекрытию участка дефекта, чтобы прекратить утечку. Будет заказана спецтехника для уборки наледей и начнутся работы по ремонту сети. Нужно как можно быстрее ликвидировать дефект, поскольку трубы замерзают. Холода повлияли не только на состояние коммунальных сетей, но и на здоровье кировчан. За сутки шесть мужчин получили обморожение. Таковы официальные данные регионального Минздрава. Из-за аномальных морозов страдают и утки в парке имени Кирова. Очевидцы заметили, что пернатые вмерзают лапами в лед и гибнут от переохлаждения. О том, как Киров сегодня замерз, в сюжете Анастасии Шерстневой. Сегодня, 20 декабря, в Кирове холода достигли своего пика. Температура воздуха опустилась до минус 35 градусов, хотя по ощущениям на улице еще холоднее. Накануне сотрудники МЧС объявили метеопредупреждение. Рекомендовали кировчанам воздержаться от прогулок и дальних поездок. И к советам спасателей, видимо, прислушались многие. Судя по дорожной обстановке, с утра на улицах Кирова пустынно. И в такой погоде водители видят только плюсы, нет пробок. Сегодня меньше машин, видимо, многие или просто не поехали, или решили, или не завелись. А еще из-за холодов почти 10% общественного транспорта осталось в автопарке, сообщают в диспетчерской службе. Вот этот автобус, к примеру, заглох прямо во время движения. Для транспортировки пришлось использовать буксир. Из-за трудностей с общественным транспортом добираться до работы многим кировчанам пришлось на такси. Причем на минусовой температуре некоторые службы решили заработать. И повысили тарифы в 2,5 раза. Я очень боюсь голода. Я мерзну. Меня надо к врачу, а куда деваться там. Через месяц назначают, а мне по-глазному надо обязательно ехать. Я вот так не вышла, конечно. И мерзнуть сегодня пришлось многим пешеходам. В МЧС назвали такую погоду аномальной. В Кирове за сутки уже зафиксировано 6 случаев обморожения. И пострадавших может быть еще больше, говорят специалисты. От морозов люди спасаются кто как может. Одни просто одеваются теплее. Другие пережидают холода, например, в банке. 17 лет ни один день не прошло, чтобы я не выходила на рынок. Каждый день мороз есть, мороз нет, выхожу, работаю. С 7 утра уже за прилавком. И жару, и холод они переживают на улице. За 20 лет работы, делится Галина Сулейманова, приходилось терпеть и почти 40-градусные морозы. Но теперь женщина знает, как спастись от обморожения. Из обязательного термобелье, валенки, шапка-ушанка и шерстяная одежда. Нет, стоять, конечно, тяжело, я ничего не говорю. Мы же двигаемся. Вот сегодня у нас покупателей было не так много. Но все равно были. Мы двигались, товар получали сегодня, двигались. А если, конечно, стоишь, то холодно стоять. Сапоги, утепленная куртка, каска, значит, утепленные перчатки. Именно таким набором одежды работодатель должен обеспечить сотрудников, которым приходится трудиться на улице в морозы. Кроме этого, работники имеют право уходить на перерыв для обогрева и отдыха. Трудовой инспекции объясняют, если эти условия не соблюдаются, то можно обратиться с письменным заявлением ведомства. К административной ответственности работодатель привлекается в виде штрафа, также в виде предупреждения. Если уличные работники морозом рады, то школьники, наоборот, ждали холодов. Как сообщают в Минобразовании области, остаться дома при минус 25 градусах рекомендуется учащимся начальных классов. При минус 35 – 9, а при минус 35 и старшеклассники могут не ходить на учебу. Конкретное решение, отпустить своего ребенка в школу или нет, принимает родитель. В этом случае он должен проинформировать школу о том, что его ребенок остается дома. И он несет ответственность, родитель, за жизнь и здоровье своего ребенка. Сначала позвонить в школу, а потом как-то письменно сообщить, что в такое-то число его ребенок находился дома и осваивал программу с применением других технологий образовательных. Морозная погода сегодня стояла во всех городах области. Например, эти кадры сделаны в белой холунице. Как говорят местные жители, передвигаться по улице в таких условиях сложно. Зато можно наблюдать поистине красивые пейзажи. Анастасия Жерстнева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Довича. Совершенно иначе все было 10 лет назад. До 3 градусов выше нуля поднялась температура 11 декабря 2006 года. Тогда на деревьях набухали почки. У птиц начался брачный период. На дачных участках пробивался лук и чеснок. А на главной площади города, театральный, ледовый городок превратился в одну большую лужу. Подробнее о капризах погоды 10-летней давности смотрите в нашей ежедневной рубрике, которая посвящена 20-летию Бюро новостей Довича. За две недели до юбилея мы решили вспомнить, как все начиналось. Зеленая трава и набухшие почки в саду Зонального института такого давно не видели. Представителям флоры потепление в декабре может нанести серьезный урон. Такое глобальное потепление в декабре, в нынешнем году, безусловно, очень опасно для растений. И если в дальнейшем ударят очень сильные морозы, то, конечно же, подмерзание может быть значительным. Больше всего страдают крыжовник, малина и жимолость. Специалисты говорят, что пока ситуация не катастрофичная. Главное, чтобы холода пришли не резко. Советуют садоводам стряхнуть первый сырой снег с растений. Теплосетям отсутствие холодов только на руку. Есть возможность сэкономить на топливе. Учитывая те климатические условия, которые сложились на сегодняшний день, температура на выходе стец Кировского филиала ТГК-5 поддерживается на минимальном уровне. По температурному графику отопление начнут повышать, когда за окном будет не меньше 5 градусов. Две недели назад ребята заливали коробку 45-й школы. Думали, будут шайбу гонять. Сейчас от результатов трудов ничего не осталось. Кировские тренеры зимних видов спорта схватили за голову. Для лыжников и конькобежцев такое потепление – катастрофа. Чтобы бежать на коньках, нужно кататься на коньках. Чтобы бежать на лыжах, нужно ехать на лыжах. То есть специальная работа огромную роль играет в подготовке. И, конечно, такая зима скажется на результатах. Результат оттепили и заметили и бизнесмены. Здесь сейчас должны были кататься сноубордисты и горнолыжники. Даже пушка, производящая искусственный снег, не поможет. По карману, конечно, бьет. То есть мы работаем, и от этого зависит жизнь моя, моих работников. Мы этим зарабатываем на хлеб. Конечно, это неприятно. Наступление холодов синоптики прогнозировать не решаются. Говорят только про ближайшие три дня. Изменений пока не предвидится. Александра Бокарева, Светлана Калышницына, Алексей Стахеев. Бюро новостей Дайвича. У кировчан еще есть время дать свою оценку работе чиновников. До 31 декабря областные власти продолжают опрос населения. Заполнить анкету можно на сайте правительства. Оценить жителям области предлагают работу как чиновников, так и обслуживающих организаций. Опрос проводится по нескольким направлениям. Это и транспортное обслуживание, качество автомобильных дорог и жилищно-коммунальных услуг. Опрос стартовал 1 октября. И на данный момент в нем приняли участие уже свыше 15 тысяч жителей области. Интересы работников области защищены. Сегодня в правительстве подписали трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и региональными властями. Перед тем, как поставить свои подписи, все, кто будет в будущем нести ответственность за выполнение соглашения, еще раз обсудили его основные тезисы. Всего в документе больше 200 пунктов взаимных обязательств. В них отражены нюансы проведения социально-экономической политики, обязательства сторон по обеспечению трудовых прав и социальных гарантий работников, созданию здоровых и безопасных условий труда. Как было отмечено, это трехстороннее соглашение от предыдущего отличается конкретикой. Кажется, страна всего на себя определенные обязательства. И со стороны Кировского союза промышленных предпринимателей мы, конечно, постараемся выполнить. Потому что в союз на сегодня входит 94 предприятия, организации. Это самые крупные в Кировской области. Поэтому и наша задача, чтобы наши работники были довольны условиями и качеством жизни. Повторю, наверное, свою уже ставшую избитую фразу о том, что у нас здравоохранение должно оценивать пациент, образование ученик, а работу в этом направлении должен оценивать работник. И вот на это и направлено соглашение. И об этом сегодня говорили коллеги. Главная ценность у нас – это человек труда. Его интересы мы должны защищать. Минимальный размер оплаты труда увеличится. С 1 июля следующего года он станет больше на 300 рублей и составит 7800 рублей. А вот размер материнского капитала изменять не будут. До 2020 года эту сумму заморозили. Она останется на отметке 453 тысячи рублей. Такое распоряжение накануне подписал президент Владимир Путин. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Более 300 миллионов из федеральной казны такую сумму в следующем году получит наша область на сбалансированность бюджета. Как рассказали в Министерстве финансов области, средства будут направлены на покрытие дефицита областного бюджета. Ожидается, что вся сумма, а это 305 миллионов рублей, поступит в область до конца этого года. Госуслуги станут дешевле. Со следующего года в силу вступают изменения в федеральный закон. Так, с 1 января оплатить, например, выдачу паспорта с помощью единого портала Госуслуг можно будет с 30-процентной скидкой. Если сейчас оформление российского паспорта стоит 300 рублей, то со следующего года цена с учетом скидки будет ниже и составит 210 рублей. Изменения вступают в силу для всех пользователей портала Госуслуг с 1 января нового года. 9 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет получили работу. Столько юношей и девушек удалось трудоустроить в этом году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства области. По словам специалистов из службы занятости населения, особое внимание при трудоустройстве было уделено детям-сиротам, инвалидам, а также из неполных многодетных малообеспеченных семей. По словам специалистов, трудоустройство подростков помогает снизить уровень преступлений среди несовершеннолетних, особенно в период каникул. Сейчас прервемся, вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Опасные игрушки. На что следует обращать внимание при выборе пиротехники? Где в Кирове купить живую ель? В городе открылись уличные базары. Из Америки с наградами. Как кировские ледолазы выступили на Кубке мира? Еще раз здравствуйте. Вы смотрите выпуск Бюро новостей Давича. Меня зовут Дмитрий Житарчук и мы продолжаем. Во время новогодних праздников обеспечивать порядок на улицах города будут около 2000 сотрудников полиции, 500 дружинников и 50 частных охранников. Об этом сообщили в правительстве Кировской области. Под особый контроль они и возьмут места массовых гуляний горожан, а в период Рождества все религиозные учреждения. Готовятся к Новому году и кировчане. Кто-то уже закупает продукты, а кто-то пиротехнику. И здесь специалисты Роспотребнадзора просят при покупке таких изделий обращать особое внимание на маркировку. Накануне новогодних праздников сотрудники ведомства традиционно выпустили памятку о том, что нужно знать при покупке фейерверков и петард. Подробно ознакомиться с ней можно на сайте Роспотребнадзора. Главное, на чем акцентируют внимание сотрудники ведомства, это точка продажи и маркировка на упаковке товара. Во-первых, продажа таких изделий допустима только в специальных торговых точках, обязательно крытых. Во-вторых, на упаковке пиротехнических изделий должен быть указан класс опасности от 1 до 4. Инструкция на русском языке, наименование производителя, дата окончания срока годности и обязательно знак единого обращения в странах Евразийского таможенного союза. Это три заглавные буквы ЕАС. Это означает, что продукция сертифицирована и безопасна. Потребитель, если он видит, что нарушаются правила реализации, то есть я думаю, что уже следует отказаться от приобретения этих пиротехнических изделий в данном помещении. Если нет сопроводительных документов, подтверждающих качество товара. Если нарушена целостность упаковки, которая может повлиять на саму эксплуатацию впоследствии изделия. Если имеется уже истекший срок годности на данный вид товара. Если на улице торгуют, можно сказать, что стоит воздержаться от покупок? Я думаю, что это прямое нарушение у уже будет установленных требований. Уже сейчас горожане могут приобрести и главный символ Нового года – живую ель. В городе открылись елочные базары. Всего не более 10 точек. Мы с оператором Николаем Шахарбеевым отправились на один из базаров, где убедились – выбор есть, как по цене, так и по размеру. Небольшие сосны ели до метра и выше. Вот примерный ассортимент городского елочного базара 2016. Здесь, у областного дома народного творчества, базар открылся как раз сегодня. И сразу заметно. Интерес к натуральным елям у горожан имеется. Хочешь не хочешь, а подрастающее поколение требует домой именно натуральную елку. Ребенку интереснее было натурально, чем искусственно. Спасибо. Счастливого Нового года. Небольшая ель или сосна обойдется покупателю на базаре в этом году в 500 рублей. А за такие повыше попросят тысячу. Но чтобы новогодняя лесная красавица лысой не стала еще до новогоднего торжества, кировчанам необходимо учитывать при покупке и погодные условия. Чтобы елка натурально не обступалась сразу, с мороза ее лучше занести на лоджию, на балкон, чтобы перепад температуры, но шокового состояния не было для елки. Она потихонечку отогревается, а потом где-то через сутки можно заносить домой. Желательно поставить песочек ее, водичкой полить, и она будет долго стоять и не обступаться. Ну а если покупателям принципиально знать, что та или иная ель не пала жертвой черных лесорубов, то у продавца можно попросить все необходимые на торговлю документы. При себе он должен иметь копию. Свидетельство индивидуального предпринимателя, договор с организацией, которая занимается заготовкой и вырубкой хвойных деревьев. Должны быть и другие документы, но чтобы не портить себе новогоднее настроение подобной инспекцией, этого вполне достаточно. С сегодняшнего дня в городе работает несколько таких елочных базаров. Помимо этого на площади Лепсе у Дома культуры металлургов на Московской 149 и плюс две точки на Октябрьском и Центральном рынках. Торговать елочками будут вплоть до 31 декабря включительно. Будут работать елочные базары также и в микрорайоне Коминтерн, на Павла Корчаге на 215 и на Баума на 5. Дмитрий Ишитарчук, Николай Шахарбеев, Бюро новостей, Дайвичи. Ровно в 19 часов по московскому времени начнется второй матч «Родина Старт». Сегодня, как и накануне вечером, кировские хоккеисты вышли на лед с Нижегородской командой. Напомню, «Родина» продолжает участие в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. 19 декабря на стадионе в Нижнем Новгороде кировчане проиграли аутсайдерам турнира. Тем не менее, после тренер Нижегородцев назвал игру лучшим для его команды матчем. Но, несмотря на это, хозяева поля не доигрывали те удачные моменты, которые сами же создавали. Счет игры был открыт Нижегородцами на 8-й минуте с углового. Спустя еще 8 минут старт удвоил преимущество. Только перед перерывом кировчанин Евгений Мострюков забил первый и единственный в итоге гол. Во втором тайме мяч еще раз залетел в ворота Родины. Итог встречи 3-1 в пользу соперников. Сейчас старт находится на последнем, шестом месте в группе «Запад». Наши хоккеисты на пятом. Дождь помешал кировчанам собрать максимум медалей на Кубке мира по ледолазанию. Первый этап этих соревнований прошел в Америке. Во время стартов лил проливной дождь, поэтому спортсмены из 13 стран соревновались только в одной дисциплине – трудность. Соревнования на скорость пришлось отменить из-за аномально теплой погоды. В итоге лидер прошлого сезона кировчанин Максим Томилов занял третье место, его брат Алексей – пятая. У девушек кировская спортсменка Марьям Филипова тоже стала пятой. А самая титулованная ледолазка планеты Мария Толоконина допустила ошибку в самом начале финальной трассы и заняла восьмое место. Из всех кировских спортсменов отличился только Алексей Деньгин, который получил золото. Сейчас спортсмены готовятся к следующим этапам Кубка мира, которые пройдут в Китае, Корее, Швейцарии и Италии. И делают выводы, исходя из достижений американского этапа. Я не думаю, что здесь сыграли какие-то значения именно погодные условия, потому что погодные условия были одинаковы для всех. Алексей Деньгин, он действительно очень долго к этому шел. Он сейчас прекрасно в хорошей очень форме. И конструкция была своеобразная, она была не очень высокой, поэтому были очень-очень сложные такие интеллектуальные перехваты. И ему удалось реализовать. И это не случайность, то, что он в полуфинале, он был лучшим. И в финале он подтвердил свое превосходство. Таким был этот вторник, 20 декабря. Глазами наших корреспондентов делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Дайвича по телефону 38 48 88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова